Эта история берет свое начало в 2012 году, когда руководство некоммерческого партнерства «Русская деревня» подало в сетевую компанию заявку на подключение к электричеству более сотни земельных участков. Для получения запрошенной мощности партнерство должно было своими силами построить участок кабельной линии и сообщить об этом энергетикам. Прошло уже 4 года. И только сейчас «Русская деревня» запросила УМАЭСК официально подать напряжение. Оказалось, жилые дома уже потребляют электроэнергию без договора электроснабжения. 22 числа этого месяца в отношении НП «Русская деревня» поступило заявление от сотрудников службы безопасности УМАЭСК о бездоговорном потреблении электроэнергии. В настоящий момент материал проверки находится в отделе экономической безопасности и противодействия коррупции. Проводится проверка по данному факту. Вызываются люди, произведен осмотр места происшествия. После определенных оперативно-розыскных мероприятий будет принято решение по факту бездоговорного потребления энергии. Знают ли жители поселка о том, что деньги не доходят до энергетиков? Тогда кому они платят за электроэнергию? Каждый месяц платят за электроэнергию. Да. А кто, как они, квитанциями платят? Да. Приходят квитанции, и они платят за электроэнергию. Да, да. А что в квитанции написано, вы не обращали меня? Я не плачу, я не знаю, они сами решат. Сами хозяин, да? Но его сейчас нет дома? Нет дома. Местные жители платят за электроэнергию уже несколько лет, а деньги в сетевую компанию, они не приходят? Я не в курсе, извините. Очевидно, что жители коттеджного поселка Русская деревня просто не знают, что они стали заложниками неправомерных действий их управляющей компании. В ходе рейда мы встретились с ее руководителем, главным инженером некоммерческого партнерства. Ему представители МАЭСК вручили уведомления о рассмотрении акта бездоговорного электропотребления. А далее пришлось пойти на крайние меры. Мы находимся около распорядительного устройства 0,4 кВт, где сейчас будет проведено введение режима ограничения энергопотребления участков НП Русской деревни. Руководству Русской деревни рекомендовано в ближайшие дни заключить договор на энергоснабжение и предоставить на проверку все необходимые документы, дабы исключить возможность введения крайней меры – отключения электроэнергии во всем поселке. Сабина Салимова, Полина Громова, Михаил Моралов, Истранет-ТВ.